Молитвы Давайте мы встанем на наши ноги для молитвы. Благословен Господь и Бог наш Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и давший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Присаживайтесь, пожалуйста, и вы можете повернуться к своему соседу и сказать, Бог любит тебя, и я люблю тебя любовью Христовой. Аллилуйя. Вы знаете, воистину Божья любовь к нам велика. И мы с вами имеем прекрасную возможность на протяжении всего года углубляться в глубины Писания, познавать Божью волю, Его постановление. И для нас это благословение. Это то, что происходит, разборы Торы. Это классно. Это то, что формирует наш характер. Это то, что формирует нас как верующих людей. И мы продолжаем с вами изучение книги Воикра. Это книга Левит. На этой неделе мы читаем 19 и 20 главы. Эта глава небольшая. Это маленькая, скажем так, одна из самых маленьких глав Торы. Обычно она, как правило, читается вместе с предыдущей главой, с Ахареемот. Но в этом году мы изучаем ее отдельно. Я скажу так, что она попадается мне каждый год. И мне каждый год все более и более интересно изучать данную главу. И называется наша глава «Кдашим». Название нашей главы происходит от слова «кадош» – «святой». И «Кдашим» переводится как «святыни» или «святые вещи». И мы видим в нашей главе определенные повеления, которые Господь дает своему народу. Повеления относительно нравственной жизни. И глава «Кдашим» – вот мудрецы посчитали, сели, долго-долго считали и насчитали здесь 51 заповедь. В данной недельной главе насчитана 51 заповедь. И эти заповеди, они вмещают в себя обязанности человека перед Богом и также обязанности человека друг перед другом. И если мы будем рассматривать данный отрывок Торы в историческом временном контексте, то мы можем увидеть, что законы, которые давал Господь своему народу, народу Израиля, они кардинально отличались от морально-нравственных устоев народов, которые окружали израильский народ. Они кардинально отличались. И мы читаем в нашей главе, что как раз наказание эти народы понесли за то, что образ их жизни, он был кардинально далек от того образа, который Бог предопределил для человека, для своего творения. В 20 главе книги Ваекра, это после того, как Господь дал все постановления, указал, что будет в случае, если эти постановления не будут исполняться, написано следующее. Я прочитаю это 20 глава, 23-24 стих. «Не поступайте по обычаям народа, который я прогоняю от вас, ибо они все это делали, и я вознегодовал на них. И сказал я вам, вы владеете землей их, и вам даю в наследие землю, в которой течет молоко и мед. Я Господь Бог ваш, который отделил вас от всех народов». Те постановления, которые Бог давал своему народу, они формировали Израиль как Божий народ, который должен был принять самое прямое непосредственное участие в исполнении Божьего плана и Божьей воли. И наша глава, она начинается следующими стихами. Это 19 глава, с 1 по 2 стих. «И сказал Господь Маше, говоря, объяви всему обществу сынов Израилевых, и скажи им, святы будьте, ибо свят я, Господь Бог ваш». Это ключевой стих нашей недельной главы. Я скажу больше, это ключевой стих всей книги Левит, и это ключевой стих жизни верующего человека. Господь, Он призывает нас к святости. Как народ, Он говорит каждому, будьте святы, ибо я свят. И мы видим Бога, который имел своей природой святость, Бога, который хочет, чтобы Его народ, Он имел эту Божью природу. И как раз вот исполнение, четкое исполнение вот этих дальнейших законов, оно и дает народу это состояние, святость. И исполняя Божье Слово, человек исполняет волю Божию, и исполняя то, что определяет ему делать святой Бог, он становится святым, потому что он отделяет себя от всего, что чуждо природе Бога. И говорит, да, я буду поступать так, как мне повелевает Господь. И изучая данную недельную главу, я заметил, ну, я думаю, вы также, кто читал, обращал внимание, потому что оно кидается в глаза очень явно, что очень часто после определенных постановлений Господь говорит, дал постановление, говорит, я Господь Бог ваш. Вот, ну, к примеру я прочитаю, не клянитесь именем моим во лжи и не бесчестите имени Бога твоего, я Господь. Не обращайтесь к идолам и богов литых, не делайте себе, я Господь Бог ваш. Ну, ради умершего не делайте нарези на теле вашем и не накладывайте на себе писем, я Господь. И в нашей главе, которая небольшая, всего лишь 64 стиха, я посчитал ради интереса, 19 раз Господь говорит, я Господь. И это не просто так. Размышляя по этому поводу, я пришел к такому заключению и хочу поделиться с тем, что, я верю, Бог мне открывал. Но, давая то или иное постановление, Господь говорит, что если ты хочешь быть святым, то ты должен делать определенные вещи. Но ты можешь это делать с пониманием и осознанием того, что источником святости являюсь я. Господь хочет, даже в те времена, Господь хотел, чтобы фокус еврейского народа был на Боге, который есть источник святости, а не непосредственно на самой заповеди. И в конце каждого постановления, в конце каждого закона Господь говорит, Бог говорит, я Господь, тем самым акцентируя внимание, что все исходит от Него. И мы с вами понимаем, что человек, в принципе, он не может сам, вот сам без Бога человек не может исполнить заповеди. Их очень много, их громадное количество. И в Новом Завете мы как раз с вами читаем и видим то, как Ешуа, он обличал фарисеев, которые пытались своими силами, потому что я понимаю, что они пытались это делать своими силами, ставля свою праведность выше всего. И они пытались сделать определенные действия вне Бога. Я так понимаю, что ихний фокус был на исполнении, когда Господь говорил, что фокус должен быть на Боге. Вы знаете, всякое действие, которое происходит вне Бога, это всего лишь религия, это религиозное действие. А религиозное действие, оно не приносит пользы делающему человеку. И давая вот эти вот заповеди, постановления, ну заповедь Господь говорит, что я есть источник святости. И хочешь исполнять постановление, сможешь исполнить постановление, которое я даю, смотри на меня. Пусть твой фокус будет на мне, и тогда ты сможешь это делать. И вы знаете, Господь не изменен. И особенно, вот мы верующие Нового Завета, нам особенно близка эта концепция. Мы понимаем, мы изучая Писание, изучая Берид Хадаша, мы видим, что наш фокус должен быть на Ишуа. И в книге послания евреям написано в 12 главе, что мы можем пройти предлежащее нам поприще, взирая на начальника и совершителя нашей веры. Только когда мы будем взирать на Ишуа Мессию, того, кто претерпел смерть за нас, мы можем не ослабеть и пройти этот путь до конца. Мы можем исполнять Его постановление, мы можем любить друг друга. И в данной главе вот все эти законы, в принципе, и тут даже в 18 стихе и написано о любви, что мы должны любить ближнего, как самого себя. Все законы постановления, они идут относительно нашей любви к Богу и относительно нашей любви к ближнему. Потому что пришелец, кто живет рядом с тобой, это ближний. Вдова, это ближний. Бедный человек, это тоже ближний. И те законы, которые говорят, что не надо, когда ты собираешь урожай, собирать все до конца, оставь ближнему, это и есть проявление любви. И вы знаете, мы вот буквально в четверг на домашней группе изучали первое послание к Иоанну, и в пятой главе там написаны интересные такие слова. И это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его, и заповеди Его не тяжки. Когда наш взор усмотрен на Ишуа, когда наш взор усмотрен на Бога, когда у нас правильный фокус, для нас жизнь верующая человека – это радость. Исполнение Его воли – это радость. Не будет бремени, тяжкой ношей хождение в Боге. Когда человек убирает свой взгляд от Бога, да, он может сконцентрироваться на изучении Писания, но он убирает свой взгляд от Бога, который есть источник святости, тогда его жизнь, она становится тяжелой. Когда мы усматриваем на Него, кто умер за нас, свой взгляд на Него, кто умер за нас, кто спас нас, мы имеем радость. И наше хождение перед Его лицом, оно легкое. Слово Божие об этом говорит, заповеди Его не тяжки. Если мы любим Бога, мы соблюдаем Слово. И соблюдать не тяжело. Друзья, также хочу обратить внимание, в нашем ключевом стихе написано, что будьте святы. Вы знаете, в этом слове «будьте» есть определенное движение. Нет, святость – это не состояние, что Бог вывел тебя, сделал святым народом, и все, ты святой. Да, ты святой. Писание пишет, что вы – род избранный, царственное, священство, народ, святой, взятый в удел. Но есть и вторая часть. Есть часть – то, что мы должны сделать. Есть путь, который надо пройти. И Валентин Романович как раз на прошлом шаббате проповедовал, что Бог вывел народ из Египта для того, чтобы они прошли путь. Это был путь, чтобы войти в обетованную землю. И мы понимаем, что есть путь, который нам должно пройти. И знаете, в 20 главе этот стих, который вначале написан, он немножко расширяется. Это 20 глава, 7-8 стих. «Освящайте себя и будьте святы, ибо Я, Господь, Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и исполняйте их, ибо Я, Господь, освящающий вас». Господь, Он освящающий нас. Он есть Тот, Кто освящает нас. Но Он дает повеление – освящайтесь и будьте святы. Прилагайте усилия, делайте действия, освящайтесь, и вы будете святы. Это путь длиною в жизнь. Нельзя сказать, что я уже достиг, я уже много знаю, все, мне не надо в понедельник изучать, идти на классы по изучению Тора, я уже много знаю. Нет, это путь, который надо идти, освящаться, изучать Писание, пребывать в Слове. И в Откровении Иоанна написано, святой да освящается еще. Мы святые, но у нас есть путь освящения, путь длиною в жизнь. Вы знаете, в нашей недельной главе мне нравится еще одна такая концепция, что вот это вот требование святости, оно идет не только, скажем, не к конкретной личности, а ко всему народу. Господь говорит народу, будьте святы, ибо я свят. И вы знаете, да, действительно, у нас у каждого есть личное хождение перед Богом, есть личная ответственность перед Богом, но все мы, и евреи того времени, они разделяли судьбу народа. Бог вывел народ. Если мы посмотрим послания, которые в Новом Завете пишутся нам, верующим Брит Хадаша, то послания не идут конкретно к человеку, послания идут к римской церкви, церкви, к общине, к народу. Очень важно понимать, потому что в наше время мы видим, что взяло такое какое-то развитие, что не надо церкви, не надо порядка, не надо устройства. А мы видим в израильском народе, что там был народ, в котором были священники, в котором были левиты, каждый нес свое какое-то служение, то, на которое Бог его определил. И сейчас, когда мы собираемся вместе, тоже есть порядок, Божий порядок. Мы Божий народ. Мы должны отождествлять себя с народом Божиим. Мы не приходим для того, чтобы совершить путь своего спасения сюда. Да, это есть тоже наша целью, но основная цель наша, как народа, потому что мы все, род избранный, царственное священство, народ взятый в удел. Чтобы возвещать совершенство, призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет. Как община мы поставлены для того, чтобы быть светом. Для того, чтобы люди спасаемые, спасались, прилагались к телу Христову. И рассматривая нашу главу, я увидел вот этот вот момент, что обращение идет непосредственно к народу. И у нас с вами есть ответственность. Ответственность в том, будем мы освящаться, не будем. Будем мы двигаться вперед или не будем. Будем мы себя отождествлять с народом или не будем. Я верю, что успех верующего человека может быть только в народе. Мы можем принести плод для Царства Божьего в общине. Да, у нас есть каждого личное свое служение, но это служение в теле. И когда в нашем сознании есть понимание, что это служение тела, то тогда плод нас будет больше. Я благословляю вас любить Бога. Я благословляю вас любить друг друга. А в любви прощайте. В нашей главе написано, что любовь начинается с прощения. В 18 стихе, я прочитаю его даже, написано, что «Не мсти и не имей злобы к сынам народа своего, но люби ближнего, как самого себя». Давайте мы будем любить друг друга, прощать друг друга, освящаться и исполнять его волю в среде народа Божьего. Во имя Ишуа. Субтитры создавал DimaTorzok